Приветствую вас, я думаю, что коллеги мои будут единодушны во мнении, что мужчина просто вас использует, вот мужчине просто удобно, с вами встречаемся раз в полгода, вот мужчину все устраивает абсолютно, да, ему нравится так, тем более, что у него есть другие женщины, как вы говорите, и это точно, вот, то есть это означает, что с вами он получает то, что ему не хватает, возможно, не хватает от других женщин, с которыми он встречается, и, соответственно, он использует вас для удовлетворения своих, ну, каких-то, может быть, желаний, да, для удовлетворения своих каких-то потребностей, вот, и забывать вас ему, ну, совершенно не нужно, совершенно неинтересно ему вас добывать, потому что вы ему нужны, вот, потому он и вас не забывает, то есть вы ему необходимы, вот, вы ему необходимы, необходимы, вот, именно для, для реализации своих, ну, своих желаний, да, именно для реализации своих желаний, вот, вы ему необходимы, необходимы, вот, и по этой причине, собственно говоря, да, именно по этой причине он и с вами поддерживает контакт, вот, я так полагаю, я так подозреваю, вот, ну, то есть здесь, в принципе, здесь, в принципе, все едино, да, то есть вряд ли здесь может быть как-то по-другому, да, то есть мужчина, он может быть боится отношений серьезных, да, вот, ну, просто, просто может, может бояться отношений, может просто не хотеть, таких каких-то, вот, длительных отношений, да, вот, ему это может быть неинтересно. Поэтому он пользуется, вот, собственно говоря, вами, пользуется, собственно говоря, тем, что вы ему даете, вот, и более-менее неплохо себя чувствует. Но, волновать, волновать вас должно на самом деле не это. Волновать вас на самом деле должно немножечко другое. Волновать вас должно то, по какой причине вы сами согласились изначально на такой тип отношений, на такой тип взаимодействий. Почему вас устраивает, что вы не единственное у мужчины? Почему вас устраивает такая модель поведения его с вами? Почему вы позволяете ему с вами так обращаться, да? Вот это, пожалуй, то, что действительно важно, как мне кажется. Потому что это затрагивает лично вас. То есть это говорит о чем? Либо о каком-то страхе. Страхе одиночества. Либо это говорит об отсутствии у вас адекватной самоценки. То есть вы, ну, вы склонны думать и считать, что то, что происходит, это нормально. И что, в общем-то, по-другому быть либо не может, либо не должно. Вот. Либо вы боитесь остаться одна, боитесь одиночества и по этой причине позволяете мужчине так себя с вами вести. Хотя я, конечно, до конца этого не знаю. Здесь нужно разбирать. Вот. То есть обратите внимание на свою, именно на свою субъективную сторону того, что вы делаете. Обратите внимание именно на себя, на то, как вы участвуете в целом в этой ситуации и как именно вы ответственны за то, что происходит, по сути дел. Да? Вот. И возьмите личную ответственность на себя за то, что в данном случае происходит с вами. То есть не мужчина, да? Не мужчина, значит, ведет себя каким-то мало понятным образом, да? Не мужчина. А вы ведете себя, значит, определенным образом так, что позволяете, да, себе, по сути дел, не быть счастливой. Вот. Считается, ну, как правило, опять же, как правило, опять же, что подобное поведение возникает у людей, которые боятся в той или иной степени близости. Близости настоящей, близости истины. И заменяют это на определенного рода суррогаты. Вот. Как в данном случае заменили вы, значит, по-настоящему близкие отношения с мужчиной, да? Вы заменили, значит, некой такой игрой, на мой взгляд, да, которая по факту никуда не ведет. Ну, потому что мужчина, он так и будет себя вести, так как он себя ведет, если вы ничего не поменяете. Вот. И обратите внимание, что вы, вы сами, как бы, ориентированы на него. Вы не ориентированы на себя. То есть вы не говорите о том, что, почему я так поступаю. А почему я так делаю? Подобных вопросов вы себе не задаете. Нет. Вот. Но зато интересуетесь мужчиной, что говорит, опять же, о том, что вы в большей степени ориентированы на других, нежели чем на себя. Вот. И отчасти по этой причине у вас и возникают сложности в отношении с мужчинами, например. Потому что вы, ну, вы себя, вы о себе не даботитесь, скажем так. Вот. И не заботитесь о себе, вы не стимулируете мужчин, заботитесь о себе же, самой. Понимаете? Вот. Отсюда и возникают определенного рода трудности, которые мешают вам выстраивать адекватные отношения с партнерами. Вот. Я думаю, что примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что это было для вас полезно. Информации вы предоставили о себе очень мало. Вот совсем чуть-чуть. Вот. Плюс, как мне кажется, недописали свой вопрос. Вот это, ну, недописали свой текст. Вот. И, значит, вы спрашиваете, я для коллекции. Знаете, есть мужчины, которые коллекционируют женщин. Но мне кажется, что коллекционирование, любое коллекционирование, оно очень субъективно. То есть, как коллекционирование, это воспринимают только сами женщины, которые коллекционируют. Вот. А мужчины это делают для другой цели. Вот. Мужчины это делают для другой цели. И последний вопрос, который я хотел бы вам задать, Екатерина, это вопрос такой. Что вам даст это знание? То есть, понять поведение мужчины. Вот. Что вам даст понимание его поведения? Вот вы, допустим, поняли сейчас его поведение, да? Что вам это даёт? Для чего? Вот. Мне кажется, что ответить на этот вопрос было бы очень важным. потому что вы приняли игру мужчины, приняли его модель отношений, хотя она вам совсем не нравится, судя по тому, что вы пишете. И пытаетесь понять его поведение. А если человек сам, например, не понимает своего поведения? Или человек сам не знает, для чего он это делает? Как тогда быть? Думайте о себе, забудьте о себе. Если с этим есть проблемы, обращайтесь. Будем рады помочь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.